Нашим гостям Санкт-Петербурга и, наверное, ленинградцам, санкт-петербургцам, которые организовали, судя по всему, хорошо этот чемпионат. Не в самом лучшем зале, но молодцы организаторы в любом случае, этот зал всегда выручает всех спортсменов. Жаль, повторяю, что не в настоящем великолепном спортивном зале, который у нас пока хватает. Мало денег. Обычно. Ничего, заработал. Всё удивительно, кроме этой замечательной фразы. Нет денег или мало денег. Ещё раз, если можно, прокомментировать, тем более такая музыка, мы вновь её слышим. Да, вот опять Фауст. Вот сейчас она сделает этот элемент, который на ведущих соревнованиях не смогла сделать. Хотя я сама ей сказала, Амина, если ты так сильно сомневаешься в этом элементе, выброси его. Вот великолепный пироид, который делает только одна Зарипова, у неё больше никто так не делает. Она облагает очень красивыми ногами и великолепной фигурой. Но вот сейчас она немножко поправилась. Всегда она кушала столько, сколько хотела, и фигура у неё была очень богодатная. Сейчас уже взрослая девушка, и ей надо очень и очень режимить. А потенция у неё огромная. Она может ещё долго радовать зрителей и оставаться в составе сборной команды России. Музыка этой знаменитой Арии из оперы Тоска. Ну вот интересно, что кто только не выбирал, да, кто только не выбирал эту музыку. И фигуристы ведь, понимаете, и гимнасты. И очень интересное решение. И чувствуется, что вот это супереживание, актёрская работа, это то, над чем серьёзно работают девушки. Конечно, конечно. Я, видите, даже Фауст перепуталась Тоска. Да, но извините. Потому что я очень переживаю, когда смотрю вот эти все элементы. Видите, у неё была здесь ошибка. Она уже расслабилась и уже закончила упражнение. Да.